Перебои есть. Они начались раньше, они до этого иногда бывали. Мы используем всегда несколько, у нас в голове есть несколько протоколов для каждого пациента. У нас нет никогда одного препарата, который мы используем, например, залетила. Мы могли бы, например, заменить залетил кетамином и бензодиазепинами в наших условиях, но мы не оперируем на кетамине и бензодиазепинах, потому что это плохой протокол. Мы 8 лет работаем без залетила. Ну, какие-то очень минимальные, это какие-то экзотические животные, которых нужно держать какое-то время, они достаточно крупные, но это большее исключение. 99,9% своей жизни в течение 8 лет я не использую залетил. У нас нет такого, что вот мы делаем дегексидомитор или там, ну, в общем, какой-то альфа-2 и залетил. И какая бы ни была бы операция, ты делаешь эти два препарата. Единственный препарат, который повторяется на каждых манипуляциях у нас, это пропофол и нафетерогаз. Основная проблема, по которой сейчас пишут, что что вы делаете без залетила. Я отвечаю, что я как и раньше прекрасно без него жила, так и сейчас живу. Дело даже не в том, что у меня есть наркотические препараты. Хотя это то, чем нужно озадачиться и нужно в наших реалиях получать лицензию. Нужно будет вложить какое-то количество сил, времени, денег, чтобы это получить. Но препараты, которые мы используем, они намного дешевле, чем залетил. И мы намного больше можем себе позволить качественных протоколов анестезиологических, именно имея лицензию. Я не понимаю вопроса, который задается, что как же теперь без залетила мы не можем делать операции. Вы не можете их делать не потому, что у вас нет залетила, а потому что вы не озадачились тем, чтобы научиться делать регионарные анестезии качественно и обеспечить анальгезию пациенту. Сделать ее можно в любом месте. Не всегда ее можно, наверное, прямо сказать, что любую операцию можно делать на региональной анестезии. Это огромный пласт анестезиологического протокола, тем более современные анестезиологи, по крайней мере, в России это точно. Мы раньше не делали высокие эпидуральные блокады, делали в обычном доступе. А вот пункция на уровне выше, чем в стандартном эпидуральном доступе, дает нам анальгезию грудной полости, и она делается быстро, так же, как обычная эпидуральная блокада. И поэтому в момент, когда у нас были перепады, мы озадачились этим вопросом и начали активно ее вводить в практику. И сейчас все анестезиологи в клинике умеют это делать и делают это. Результаты очень хорошие. У нас были перебои с сильными действующими препаратами. Нужно было оперировать портисистемный шунт. Это достаточно нестабильные животные, и это может быть болезненные манипуляции. Делали тоже высокую пункцию, и пациенты лежат на удивлении действительно очень хорошо. Хотя это очень нестабильные пациенты. Я сталкивалась с тем, что от залетела отказываются, потому что он подорожал. Его все равно нужно покупать, но просто пересмотреть протоколы, использовать, допустим, залетил в меньших дозах плюс региональные блокады. Тогда и залетил будет меньше расходоваться, и меньше денег будет на него уходить. При этом за счет региональной анестезии будет качественная анальгезия, потому что залетил качественную анальгезию не дает. Многие врачи работают именно на альфа-2 плюс залетил, и их все устраивает. Но по факту это плохой протокол, он не должен устраивать доктора. С миорелаксантами, с тракриумом, по крайней мере в Петербурге, есть проблема, что ковидарии забирают тракриум, потому что очень много пациентов лежали на искусственной вентиляции легких. Вот, кстати, миорелаксанты мы на данный момент не придумали, как адекватно заменять. Понятно, что можно вызвать медикаментозный апноид с помощью пропофола, перевести на ИВЛ. При этом в литературе гуманитарной описано, что мы можем не видеть эту борьбу с респиратором, а она на самом деле есть. Эти попытки запускают нежелательный каскад, выброс катихоламинов, гормонов стресса, и, соответственно, это будет все замедлять восстановление пациента. Обычно еще дружба с медиками тоже помогает. Нужно тренировать свою голову и свое клиническое мышление, и неважно, есть сейчас какая-то социальная или проблема вообще с препаратами и так далее, и учить себя на одного конкретного пациента придумывать несколько протоколов, как минимум. Тогда у вас не будет то, что, ага, залетел дегридомитор, я обычно делаю, у одного препарата нет, что мне теперь делать? Развивать и на какую-то одну манипуляцию можно придумать 3-4-5 протоколов. И об этом нужно делать всегда, вне зависимости от того, опять же, какая ситуация у вас с препаратами в клинике. Да, это индивидуально каждому пациенту, однозначно, потому что одна манипуляция, но абсолютно разные пациенты, и, соответственно, к ним абсолютно разный подход. Это более комфортно для пациента, нахождение в анестезии при таком протоколе. И такие пациенты более управляемые в наркозе. Но для этого нужно что? Научиться делать эпидуральные блокады. Пишут о том, что мы не используем пропофол в плане удобства, да, то, что удобно пациенту очень часто. И спрашивают, почему они используют этот препарат, говорят, мне неудобно. Никакая трудность в работе, в жизни не должна приводить к тому, что человек опускает руки. Любую трудность можно в итоге превратить в твое преимущество. Возможность. Да, потому что анестезия – это не про то, что животное выжило, и слава богу, да, выжило, значит, все было хорошо. Нет. Они уже выживают. Нет, это вообще не так. Делать так – наша задача, анестезиологов, чтобы пациенту было на анестезии комфортно. Надо учиться, надо читать, надо не бояться. Если вы боитесь, то нужно писать врачам. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете нам спокойно писать. В том числе препаратов, которых сейчас не найти и не достать. Пишите, звоните. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!